мы знаем вы слушаете радио болткома утра на болткоме продолжаем утро на болткоме олег пек Александр шунин да вот я вспоминая свое детство все время думаю что в детстве я конечно очень хотел работать на радио то есть я мечтал просто представлял себе как я буду но я не представлял совершенно каким образом как чему нужно учиться как это произойдет в моей жизни то есть меня жизнь вела очень окульными путями я учился совершенно на другое вот вот интересно ну жизнь так складывается но вот как когда спрашивают говорят молодых людей ребят оканчивающих школу большинство все-таки с трудом представляет себе чем они собираются заниматься или может быть ну как бы представляют но не понимают как этого добиться куда нужно идти вот чтобы освоить эту профессию и чего нужно начинать и вот завтра в принципе состоится мероприятие начнется мероприятие фестиваль который попробует свести в потенциальных работ ну вот и работодателей и работу потенциальных работников свести их вместе и таким образом наладить этот контакт вот мы поговорим о фестивале висим всем единственное наверное хотел бы добавить не совсем завтра завтра и через месяц 16 сентября этот фестиваль начнется фестиваль вакансий называется висим то есть всем но это не просто фестиваль вакансий а дело в том что это фестиваль социального предпринимательства потому что есть определенная проблема достаточно серьезно точнее не достаточно а весьма серьезная есть исследования причем это данные обобщенные по всему европейскому союзу люди с ограниченными возможностями в том числе молодежь почти на четверть имеют меньших шансов найти работу и по-прежнему сталкиваются с различного вида дискриминациями на рабочем месте собственно вот эти проблемы на фестиваль висим и попытается решить и у нас сегодня в гостях сегодня на связи ригита зейля директор ассоциации социальных предприятий латвии и инга мужница руководитель социального предприятия sonido доброе утро дамы добрые кто начнет может быть с рассказа действительно о фестивале что это за фестиваль кому он адресован как по нему принять участие и как подать заявки на участие в этом фестивале тогда я начну я как сказать посол этого фестиваля и спасибо что вы нас пригласили потому что ровно год назад тому мы говорили вы сказали когда будет следующий фестиваль пригласите и вы это сделали мы держим слово да будет фестиваль 16 сентября как вы сказали как можно тут есть два варианта еще в августе мы принимаем как сказать заявки предпринимателей которые хотят показать свои профессии и сначала мы думали что это будет такие может быть очень маленькие предприятие которые ищут чтобы найти себе сотрудников но оказалось в конце что это не только фестиваль на это на самом деле культура как мы с предпринимателями делаем наше общество это на самом деле мы показываем юношам что не надо никуда уезжать что тут очень хорошие рабочие места тут интересные профессии это все можно увидеть так как как зарегистрироваться можно зайти на фейсбук на наш сайт легеро там есть анкета которые можно заполнить и тогда мы уже позвоним и спросим какой мастер-класс вы будете делать и кто у нас уже сказали да что хотят тут быть у нас будет такие предприятия как риме нарвас энрига сапикс мэрига судэнс виады сэркл кей грифс фореверс тякава гроуглаз гаса лидо такие большие предприятия которые понимают что если мы не начнем сейчас молодым людям рассказывать о профессии и им помочь выбрать что учиться наше будущее не такой уж хороший уже вот то что мы говорили о том что все таки очень много безработных с инвалидностью которым сложно найти работу вот что предлагает фестиваль таким людям в этом фестивале у каждого стенда будет написано где именно и какие инвалидности принимают на работу потому что когда мы делали первый фестиваль мы поняли что не все могут взять всех значит надо уже так распределить например те которые незрячие они могут работать там где можно что-то делать руками и которые у которых проблему слухом они могут работать тоже где физическая работа но легче если тебе указать именно вот в каком стенде ты можешь пойти и попробовать и где эта профессия будет именно для тебя рэгита скажите пожалуйста насколько действительно серьезная ситуация с дискриминацией подобного рода в латвии она есть мы это чувствуем и поэтому мы рады что есть такие социальные предприниматели которые делают такую работу чтобы интеграция произошла чтобы это было потому что иначе у нас ситуация где очень очень много вакансий но нет людей которые могут их заполнять но есть тоже очень большое безработица безработица в этих групп но для этого я очень рада что у нас есть социальные предприниматели у которых есть такая главная цель дать работу людям с таких групп и ну есть тоже компании по интеграции труда но чтобы их было больше конечно у нас как ассоциации социального предпринимательства очень очень рады тоже таким фестивалем но у нас тоже есть мероприятия которые укрепляют и развивают социальных предпринимателей и поэтому я тоже приглашаю всех взять участие на нас на нашем конкурсе про социальное предпринимательство где можно просто потестировать вашу идею может им есть этот социальный бизнес или нет может быть у вас только идея и если вы молодой человек тоже который еще не знает что хотите делать потому что я когда было помоложе и надо было думать вас что буду делать тогда у меня была одна идея что я хочу чтобы мир стал лучше я знаю что для молодежи это очень очень важно и поэтому может быть ваша профессия стать социальным предпринимателем а скажите пожалуйста в основе вот этого этой дискриминации это предубеждение в какое-то пренебрежение людьми с ограниченными возможностями или опасения что они просто не справятся с определенной работой я думаю что это очень комплексный комплектный ну это комплекс вопросов это все что что вы назвали но тоже есть тоже другая часть где люди просто боятся их семьи боятся где они пойдут что они будут делать у нас тоже ну как как когда люди вырастают это тоже очень большая работа с семьей чтобы семья тоже увидела что этот человек может работать что у него есть все что для него надо и это тоже очень большой такой вопрос с чем очень-очень нужно работать теперь мы видим что есть тоже такие социальные предприниматели которые есть которых создали вот эти родители людей с инвалидностью и потому что они лучше всех знают что им надо но я думаю что этот вопрос почему почему у нас у нас эта проблема такая очень большая и думаю что это и наше прошлое и тоже ну как мы с этим вопросом работаем потому что здесь мы можем тоже говорить по образованию и то что у нас все же интегра интегрованное образование все все же еще ну вопрос такой большой есть она или нет на бумаге есть но в реальности ну есть тоже очень большие проблемы с этим поэтому это с этим надо работать и надо работать уже сейчас я правильно понимаю что в принципе работа она ведется с обеими сторонами с одной стороны с предпринимателями которых приходится зачастую видимо даже убеждать в том что люди с ограниченными возможностями тем не менее способны способны на многое с другой стороны самими инвалидами убеждать их проявлять инициативу больше и больше верить в себя да так и есть и я думаю на может тоже рассказать как фестиваль а весен это будет делать с удовольствием послушаем ингу да но знаете вот самое чтобы как сказать и родителям спокойно и детям интересно надо все попробовать давай сами сказали если бы могли попробовать профессию сразу бы придумали чтобы хотели делать но или геро когда будет этот фестиваль вы можете приходить на фестиваль и я хочу тут особенно обратиться к семьями у которых молодые люди с инвалидностью или просто люди с инвалидностью приходите потому что это будет очень как сказать спокойное место где можно все попробовать и те которые будет на этих мастер-классов они открыты к всему и это очень важно потому что если там есть открытость и принимает тебя там легче попробовать и иногда именно этот страх попробовать это то что ну как сказать тебе не позволяет выходить из дома да поэтому я хочу как сказать я дрожь и над приходить людей и попробовать потому что но один раз попробовать это совсем другое но даже если не понравится хорошо проведет время инга скажите пожалуйста ведь поскольку фестиваль уже проходят проходить третий раз вот опыт прошлого фестиваля чему он вас научил какие были может быть ну не знаю ошибки что что нового будет по сравнению с прошлым годом насчет ошибок я хочу сказать что прошлый раз когда мы делали фестиваль только для людей с инвалидностью я уже принимала звонки что сказали а почему не всем я тоже хочу а почему не пенсионерам а почему не молодым людям почему не школьниками когда я подумал ну а действительно чему и поэтому называется для всех даже если вы хотите менять профессию приходите и то что мы поняли что надо не только давать эти мастер-классы но еще подумать о том как дать еще знание и знание через наверное разговор и будет такой и будет там в сцена и там будет выступать несколько людей которые могут дать больше информации как как быть больше ну-ка сказать отзывчивым людьми с инвалидностью как работать с молодежью такая полезная информация и для работодателей и для тех которые ищут работу и конечно просто если фестиваль тогда и музыка и прата стоялось все чтобы была атмосфера потому что считается что искать работу это так очень очень серьезно а мы хотели чтобы как молодые люди они так легко смотрят на вещей и мы хотели создать эту атмосферу чтобы это было легко приятно и интересно и я думаю что в этом году мы это сделаем масштабно уже желаем успех конечно тем более что проблема более чем серьезная и касаемо безработных с инвалидностью есть данные что около 10 тысяч подобных человек в латвии это почти 15 процентов от общего числа зарегистрированных безработных и вот если какая-то статистика то есть вот с прошлого года кого удалось устроить если какая-то ну вот вы следите ли вы затем какой результат в итоге если какие-то успешные примеры того что люди нашли работу смогли состояться да у нас некоторые мы не уследили до конца но нам было примерно 60 посетителей тогда потому что это был маленький фестиваль только для людей с инвалидностью одна женщина которая глухонемая она нашла работу в садовом бизнесе когда был одна молодая девушка которая хотела быть переводчиком да и она нашла место практики и это тоже очень важно но и были молодые люди которые когда попробовали делать кофе они поняли что они могут что-то больше и мы когда говорили с нарвасен с дацией которая там главный человек она говорила что у нее есть идея что может даже можно сделать такое нарвасен концепт где можно будет работать люди именно с инвалидностью и когда те которые приходят они уже готовы поэтому в этот раз я хочу даже сказать что не только найти работу а можно купить и бизнес например взять франчизу нарвасен и работать там не обязательно быть работа ну ты можешь быть и работодателем не только сам искать работу так что возможности очень большие вот вы упомянули нарвасен и до этого прозвучали еще ряд крупных компаний рига сатекс марими вот насколько крупные компании для них вот это социальное предпринимательство является ну частью их бизнеса насколько вот они открыты для такого рода бизнеса я думаю что если ты большой предприниматель в латвии ты уже не можешь смотреть кого принимать на работу кого нет ты на самом деле смотришь что все которые могут работать могут быть твои рабочие и ты должен просто думать как и дать эту среду чтобы он работал и я думаю что в латвии люди на самом деле очень умные у нас очень хорошие ну если смотреть других странах где есть проблема там где много иммиграции тогда я хочу сказать что у нас очень умные люди способные работать их надо только немножко потолкнуть и показать что это интересно что это не так как ты думаешь что это что-то не знаю там твой день будет весь занят такими делами которые ты не хочешь делать надо искать интересную работу а именно попробуй ты можешь узнать будет интересно или нет ну и попробовать все это можно напоминаем 16 сентября в риге в верминском парке где состоится фестиваль вакансий висем для всех в общем то особо подчеркивается такая главная целевая группа фестиваля это молодежь которая создает инклюзивное общество будущего а также фестиваль фокусируется на сеньорах и людях с ограниченными возможностями вот это все группа общества которым сложнее других интегрироваться в рынок труда риги это может быть вы могли бы сказать пару слов еще о том какие все таки но бонусы получают предприниматели может быть ну там малого бизнеса которые ну готовы принимать такого рода вот людей с ограниченной ответственностью то есть но как государство поощряет социальное предпринимательство скажем в первом надо сказать что социальное предпринимательство не только тех которые интегрируют людей с инвалидностью но если они это делают конечно есть какие-то тоже налоговые льготы например есть субсидии части социального налога которые работодатели платят это такое очень хороший 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 инструмент для социальных предпринимателей которые дают дают работу людям с инвалидностью но и также есть какие-то ну поменьше какие-то тоже налоговые льготы ну и сейчас тоже для социальных предпринимателей есть еще возможность получать грант альтум который тоже есть такое финансирование для социальных предпринимателей но конечно быть социальным предпринимателем это как ну тоже всем показать как это нужно делать и ну как бы дать пример что что это возможно и что это можно сделать поэтому да если у вас есть какие-то идеи социального предпринимательства мы тоже приглашаем взять участие в конкурсе там лабам бусалк еще до этой пятницы можно подать заявку и посмотреть может быть у вас будет возможность тоже взять инвестителю 2000 евро которая тоже ну очень может помочь в вашем пути чтобы стать социальным предпринимателем и куда обращаться с заявками можно можно смотреть в нашем веб-сайте soa.lv ну вот так вот да быть добрым не только приятно но и материально выгодно не будем об этом забывать еще раз напомним 16 сентября фестиваль вакансий висеем в верманском саду верманском парке в риге состоится ну а я смотрю что нам показывает время нашей программы уже завершилась да с нами были реги тазель директор ассоциации социальных предприятий латвии и инга мужница руководитель социального предприятия сони да огромное вам спасибо ну и удачного мероприятия до новых встреч обязательно следующий раз о ваших инициативах конечно же мы расскажем всего доброго хорошего дня я напомню что сразу после программы утро на болткоме начнется программа добро пожаловаться так что готовьте ваши вопросы и присылайте их на номер 2 3 0 6 1 9 1 небольшая пауза на рекламу и новости конечно на одной волне с городом радио радио болтком